Всем привет! Вы на канале Покажеварим и сегодня вас ждет что-то вкусное. Сегодня я хочу приготовить президентскую шаурму по мотивам недавнего моего обзора на шаурму от Эмирана Сардарова. Хочу шаурму. Там была шаурма, которая в принципе мне понравилась. Она не стоила своих денег, но она была неплохая. Там была картошка и она чертовски подошла в целом к этому блюду по названию шауха. Но учитывая, что это было дорого, давайте я попробую сделать дома гораздо дешевле. И в принципе даже, наверное, я думаю, что получится вкуснее. Начнем с приготовления пюрешки. И закидываем. Я в кипящую воду всегда кладу картошку. Я ее немножко порезал по размеру, чтобы было примерно одинаково. То есть большие картошки пополам. И буду варить минут 25 до готовности. Ты гадыш, курочка! Смотрите, у меня только бедрышки. Я не использую никакую куриную грудку. Пускай это всякие зожники едят. Я им оставил, чтобы хватило. А я буду использовать бедрышки. Потому что они вкуснее, блин. Бедрышки уже у меня без косточек. Ибо опять-таки я не люблю заморачиваться. Я покупаю уже готовые. Курочку надо, естественно, подмариновать. Я вырежу всякие жилки, они не нужны. И косточки я пока нарезаю довольно произвольно. Не очень мелко, просто вот так вот, чтобы побольше специи попали на курицу. Так что после обжарки я буду ее еще нарезать. Перекладываю в какую-то плошку. Я хочу немножко ее подмариновать, хотя бы полчасика. Пока варится картошка. А почему бы и нет? Естественно, солим. Я добавляю довольно много паприки. И для цвета, и для сладости. Это у меня сборная приправа хмеля-сунеля. Тоже отлично подойдет. Немножко орегано. И для того, чтобы все это объединить, оливковое масло. И все перемешаем. Можно оставить на полчаса. Желательно убрать в холодильник. Картофан отварился. Проверяем вот так вот раз. Все, он не задерживается, значит, сваренный. Опа-на! Водичка слита. Маслица добавлена. Соли посолено. И теперь можно размять. Размять пюрешку. С макарошками? Да нет, конечно, с пюрешкой. Вы что? На самом деле, для еды я пюре еще дополнительно добавляю. Там молочка или сливок. И всякое такое. Но мне кажется, для шавухи нет смысла. То есть, вот она пускай будет такая плотная. И это будет хорошо. Пойдет. Я накрою крышкой, чтобы не остывала. В очень хорошо нагретую сковородку я выкладываю курицу. Курицу я буду не то что жарить, я ее буду прям капитально прижаривать. Поэтому в маринад я не добавлял никакой соус там типа соевый, чтобы не было вот этой вот лишней варки курицы. Когда с одной стороны хорошенько пожарили, можно уже все это перемешивать. Абсолютно не жалеем курицу, не боимся пережарить, потому что в этом и есть смысл. Это моя идеология личная. Что мясо для шавухи должно быть пережарено. Поэтому смело пережариваем. Во! Смотрите, что нам надо было получить. Прямо вот такие вот хорошие куриные шкварочки. Видите? Иначе не имеет смысла. Вот это все полувареное для шавухи. Не вариант. О, вот это кайф. И вот теперь мы можем еще дополнительно измельчить до того состояния, как хотим. Вот, мне кажется, достаточно. Бекон. Главное правило бекон, знаете, какое? Правильно, он должен быть жареный. Именно это мы сейчас и сделаем. Я на сухую сковородочку, ну, такой на средний огонь, кладу бекончик. И будем потихонечку вытапливать жир, поджаривать. И будет вкусно. Выкладываю бекон на салфетку, просто чтобы лишний жир впитался. Да кого я обманываю, блин? Это не диетическое блюдо ни разу. Естественно, соленый огурчик внутрь мы кладем, ведь правильно, да? Я не то, чтобы с вами согласовываю это действие, мне кажется, оно неоспоримое. Что с соусом в этой шаурме? Ну, по моим воспоминаниям, исходя из того, что я пересмотрел сейчас в ролике, там не используется красный соус, используется только белый. Точнее, он желтый. Соответственно, скорее всего, это майонез. С горчицей, может быть, еще с какой-то кислинкой. Кислинку я добуду с помощью сметаны, горчицу с помощью горчицы, мазик, он и есть мазик. Здесь у меня майонез, я добавляю сметаны, я добавляю горчицу. У меня она не очень острая, поэтому я могу... Нет, что-то, наверное, переборщил. Заберу чутка. Для шавухи соус без чеснока, мне кажется, неправильно делать, поэтому я головку чеснока измельчу. И, конечно, соус надо посолить, вне всяких сомнений. Оставим минут на 10, пускай чуть-чуть настоится. Все, начнем формировать нашу шаву с помощью вот этого всратого лаваша от Коломенского. Ненавижу его. Меня как-то бомбило от этого лаваша, что он отвратительно рвется. Будем надеяться, что, может, сегодня он нам даст шанс. Ну он уже, ну посмотри, ну пипец, блин, ну вот это что? У меня реально в магазинах рядом нет нормальных лавашей. Мне придется как-то с этой штукой жить. Спасибо, Коломенское, б***ь, в очередной раз. Ладно, попробуем. Опа, давайте картошечка. Я, естественно, все пропорции наугад не знаю. Я в выпуске Амирана не стал фотографировать их техкарты. А, техкарты. Я считаю это неэтичным показывать в кадре технологические карты приготовления, б***ь. Хотя, наверное, мог бы это сделать сейчас. Ну шаурма должна где-то 300 граммов есть. Опа. Так, теперь соус. Соленые огурчики. И, конечно, пару бекона. О, надо же завернулся бы. Под запечем шаушку. У меня есть специальный агрегат для этого. У вас, если нет, просто на сковородке можно. Просто с двух сторон. Эй, тыдыщ. Опачки. Президентская шаушка готова. А ну, а ну, а ну, оп. Давай, детка. но весьма годненько простенько и годненько президентская шауха давайте попробуем ну шаух ток стоя из уважения да и вообще эта традиция просто сидя есть шаурму это не православно да и давайте лавашу коломенский лаваш ну ну пипец ну ты посмотри ты посмотри на это ну это ад адский зачем такое гава продавать не на самом деле это вкусно это я бы не сказал что это прям шавуха я когда я умирана ел то есть это вкусненько просто это денег своих не стоит вот дома приготовить это копейки я не знаю на рублей 70 может 1 шавух стоит это нормально приготовить очень просто по вкусу плюс-минус добавлять туда хотите грибов хотите еще что-то добавьте не добавляйте бекон вместо курицы колбасы куда ложите будет примерно одно и то же это фактически ужин просто в лавашке то же самое что вы разложите по тарелке только формате лаваша есть нормально удобно плава шток хороший выбираете мне понравился повторяйте вкусненько все вам вкусно сумсед мне кажется я еще угадал на него твоя часть душевная шаву ну да